Бледы страшные, не надо меня снимать уже Ксюха говорит, нормальная тема, что можно почти в декабре, сейчас 28 ноября Вот, почти в декабре, короче, ходить с голыми ногами А как мы теперь будем тебя на видосы снимать, если у тебя телефон лучше? Так, ну и конечно же небольшой тест у моря, интересно будет ли меня слышно Потому что тут шумит, конечно, не по-детски Вторая попытка пожрать в рыбном ресторане рыбы, которую мы сами выбрали Волшебно пахнет Ну вот смотри, вот это что, это форель? Нет, это сибас А вот это что? Это вот, по-моему, просто таки нет, не знаю Ну мы же такой здоровый не можем взять, наверное А вот это как называется? Лосось А он продается только целый рыбинный, да? А сколько стоит целый? Это 25, 23 А нам смогут ее там приготовить? 23 за килограмм Ну и что, 40-45, вы ее там пожарите и зашибись Ну давай попробуем Да? Давай возьмем Так, и еще кого-то? Ну я думала все Почему? Давай еще Я не хочу рыбу, я хочу гадок Вот это? Ну типа да Ну это Лучше там их взять Да, я думала, чтобы не париться, когда Мидия, давай уж там закажем Мидия, не хочу еще раз Гребешки тогда А как они вообще выглядят? Такое вот, это, вон пушечка тогда А это кальмар, что ли? Это кальмар? Ну афик приходит Ага А это как называется? А, рыба игла Так, окей Нам надо заплатить, наверное, да? Сейчас мы и съедим Так, значит, Ксюха, пока я, значит, расплачивалась и сказала, что нам нужно еще осьминожки И она, и она говорит Она говорит, как их хранить? Я такой, что? Типа, блин, они с головой, что ли? Да Господи Мы сейчас это будем есть Помните, в прошлой серии Ксюха ела щечки? Не прислоняй к себе только, Ксю Че, я беру? Да, бери А осьминоги где? Да, да, вот и осьминожки Давай Давай Я чувствую, у меня уже палец воняет О чем пойдем в то же самое место? Да У меня вопрос, а как мы узнаем, что нам приготовили именно нашего лосося, с которым мы уже, так сказать, вошли в определенный контакт Пошли к тем чувакам, помнишь, мы с ними затусили в прошлый раз Здрасте, вы нам обещали пожарить рыбку вкусно? Вкусно Почти не пахнет, смотри Да 6 килограмм? Да Килограмм стоит число А, ну то есть она будет где-то на 8, да? И по лару за осьминогу 12, короче, будет Спасибо У нас там типа кило с чем-то То есть это где-то 8 лари И по одному лари Пожарить осьминогов Их 4, значит 4 лари То есть всего я планирую потратить на жарку 12 лари И у нас бюджет мероприятия пока Получается 82 лари Вот так Потому что тут рыбки плавают Осетры по ходу дела Так, двигаем по уже известному вам маршруту Тут все очень просто Ну, кстати, когда первый раз сюда приходишь Мне кажется, можно запаниковать Потому что какие-то люди набегают шумно Сразу вот эта вся движуха странная А второй раз уже как у себя дома Кстати, да, сегодня же волны Это, мне кажется, гораздо интереснее, чем в прошлый раз Когда море было спокойное Вот видите, Ксюха просто идет как на дачу К мангалу А, ничего себе Видели? Че? Уоу Еще, кстати, опять будет этот голден ауэр А, потом резко похолодает Как в прошлый раз Че, туда же? Ну, а что? Ты что, тут как-то тяни Давай, наверное, здесь более шутки Наверное, да, давай Смотрите, кто идет на красавица В закатном солнце Привет, Ксюха Тут достаточно холодные стулья Вот И еще солнце сядет Ты не хочешь пойти в гумитарь вообще? Там будет 100% тепло Или? Ну, по-моему, кушку Кушку? Попроси Ну, там кушки стоят, что-то Давай замерзнем, если что-то едет О, мы теперь это друг друга снимаем на камеру Офигеть, да? Волна пошел Ну, че, Ксюха, довольна в целом вообще? Потом могла бы в минус 20 в Екатеринбурге тусоваться Там, типа, в кафешках сидеть, в закрытых Видите, угощаю Ксюху только чаем Вот У нас режим экономии Вот, экономим на свадьбу Вот, поэтому Ксюхе чай, мне вот газировка Это на серьезное, да, мне кажется? Как будто Что-то с этим мужиком связано Зачем мне два пледа, как вы думаете? Так, подъехали ассортип хали И хлебушек А я тут Ксюхе рассказываю Как мне не хватало, пока она была На работе в Москве Ну, вот это шпинат, наверное, на зеленый же Да, шпинат, на шпинат, короче Вот, блин, какие-то водоросли, походу Ну, вот это же свекла Да, это свекла У них вкус, кстати, какой-то более натуральный Как будто они более свежие, чем те, которые я обычно ел Короче, сейчас водоросли мне не понравилось, да? Может быть, это подорожник? Ого О, Господи А скажите, пожалуйста Мы вот эту рыбу саму по себе купили за 50 лари на рынке А у вас лосось стоит 60 Ну, то есть небольшая разница Он такой же, прям вот? Нет, нет, нет У нас половина вот этой А, вот что Ага, поняли, спасибо О, Господи Короче, смотрите, вот моя рука Нет О, он теплый, кстати говоря Короче, ну вот, если прям приблизит То у меня рука, она типа, как бы, вот так вот На четверть рыбы Мне кажется, очень прикольно Ну, вы же знаете, не сфоткал, не съел Мне кажется У меня вот две ноги даже сюда встанут легко Даже останется вот это будет торчать А это, кстати, осьминожки наши Всюхо, ты будешь есть голову осьминога? Нет А его полностью едят? Это же белок и вода Да? Ну ладно, тогда выгодно покупать там Потому что если они говорят, типа Половину, да Слушай, а там внутри что-то есть Это нормик? Всю голову не стоит есть Или только то, что внутри? А вот это все можно, значит, цепаны, да? Наверное, да Кстати, нормально Ну, такой, типа Сами щупальцы загрели Или лились А сама такой вкусненький просто Давай И поверни мне его Да, вот так вот так Да подожди, ты слишком близко Ты можешь навести нормально вот сюда? Видите, Ксюха пока в Москве была И в других городах, в которых она работает Это Екатеринбург, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Москва Вот Значит Пока она была в отъезде Я кушал макароны, яйца Копченые сосисочки Ну да, пивасико немного попробовал С Батумского пивоваренного завода А теперь мы, значит, кушаем лосось на гриле Докладываю Это все, что мы смогли съесть Больше вообще никак Ну, я бы еще больше Я бы одну вот эту точно на двоих съела Ой, да, не переедали Я тоже не переедаю, потому что я на булочках отрастился пузан Ну, не на булочках, а на пиве На булочках с пивом Короче, у нас остались пхали Рыбка, осьминожечков всех съели Вот что можно съесть собаку Если мы были китайцем, мы бы так и поступили, да? Вот Сейчас попросим упаковать с собой У нас будет еще волшебный ужин Расскажите, советуете ли вы нашим подписчикам посещать это заведение? Однозначно Просто лучше А то, что у тебя фуар изо рта идет от ничего? Да Зато было вкусно Можно же пойти, посидеть внутри А можно слушать волны И какой твой выбор? Слушать волны Закутаться в 10 пледов Отморозить себе пальцы Но есть руками Единственная подстава тут То, что когда солнце садится Ну, то есть ты, как бы, по-любому сядешь на улице Потому что красиво А когда солнце садится То Очень быстро холодает И, типа, не очень Комфортно А, вот Это наша еда Так Набигвали, пхали Сметанный соус Упаковка Чай Чай Шоти Ну да Все, нормик Полтос еще Где моя Ксюха? Я уже вижу Она, короче, там Руки греет на гриле Ксюха, ты будешь пахнуть рыбой И грилем Бог поможет Короче, Ксюха Полтос еще вышла Ну, доплата полтос Почему? Ну, потому что Гриль, пхали Вода Чай Соус Упаковка Три лари Шоти Два пятьдесят Да Короче, новый рекорд По-моему Пожрали На Сто двадцать лари Давай Ну, на самом деле Пхали Мне вообще не понравилось Потому что Можно их не заказывать И просто А они стоили восемь А как Минералка Твою стоила Три Псюха Всегда гонит на минералку Я, короче Ей иногда Когда мне было непонятно Сколько мы бабок тратим Короче, здесь Я ей всегда говорил Типа Псюха Мы что, транжирим Транжирим А она мне всегда говорит Не заказывай минералку Да потому что Она в магазине стоит Блин Полтора А ты заказываешь ее за шесть Три За шесть Три Шесть Невозможно спорить С этой прекрасной Моей будущей С женой А пока Просто Моей женщиной Волшебной